МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости о НАПА-регион. О последних событиях города-курорта вам расскажу я, Ольга Жмак. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных его темах. Очень много сегодня в Краснодарском крае делается для того, чтобы виноградрость и виноделье развивалось. Скалистый берег. В Анапе открылась уникальная гравитационная винодельня. Дорогие друзья, дорогие ветераны. Счастья, здоровья, благополучия, успехов. День ветерана. Заслуженных жителей Анапы поздравили праздничным концертом. Это действительно прям центр развития кикбоксинга страны. Открытый турнир. Первенство Анапы по кикбоксингу собрало спортсменов со всего края. Сегодня состоялась 35-я сессия Совета города-курорта. Заседание провел председатель местного парламента Леонид Красноруцкий. В работе участвовали мэр Анапы Василий Швец и заместитель анапского межрайонного прокурора Владимир Колесников. О принятых решениях в нашем сюжете. В Анапе появится центр пляжных и водных видов спорта. На сессии депутаты одобрили выделение средств на разработку проектно-сметной документации. Новый социальный объект будет построен в районе Пионерского проспекта. Это решение – логическое продолжение той планомерной работы, которую ведет мэрия курорта в последнее время. Уже сегодня наш город стал, по сути, столицей пляжного футбола, волейбола, гандбола и самбо. Анапа принимает всероссийские соревнования. Теперь настало время выйти на новый уровень. Очень большой запрос у нас от всех всероссийских федераций на проведение различных мероприятий разного уровня. Южного федерального округа, российского, международного в том числе, по всем пляжным видам спорта. Пляжный футбол, пляжный гандбол, пляжный волейбол, пляжная самбо есть, пляжная регби есть. Комфортная среда, наша климатическая, природная, географическая, всех максимально устраивает. Поэтому мы приняли решение построить, создать уже буквально к следующему сезону центр пляжных видов спорта. Еще одно знаковое решение. Сегодня были приняты изменения в правила землепользования и застройки. В документе детально прописаны нормы и требования. Исключены все виды жилого назначения во всех территориях зон за исключением жилых. Сохранен запрет многоквартирного жилищного строительства в 500-метровой зоне. На основании рекомендаций Крайвого департамента для многоквартирного жилищного строительства установлена предельная высота 9 этажей с доминантами до 12, но не более 30%. Получение разрешения на строительство таких объектов также возможно только при утвержденном проекте планировки территории. Загребены территории детства и санаторно-курортного комплекса. Установлена единая высота для всех объектов в зоне индивидуальной и малоэтажной жилой застройки. Предусмотрено максимальное сохранение совпозятственных территорий. Отображены территории особо охраняемых производных территорий, в том числе на которые изданы приказы резервирования. Документ подготовлен с учетом федерального и краевого законодательства. Прошел публичное обсуждение и был рассмотрен на общественном городсовете под председательством главного архитектора региона. И сегодняшнее решение – это очередной этап наведения порядка в градостроительной сфере курорта. Приняли генплан. Сегодня мы с вами вместе уже согласовываем, утверждаем внесение изменений в правила землепользования застройки, в приведении их в соответствии с генпланом. Нам с вами еще предстоит градостроительный пирог до конца дорегулировать. Это и местные нормы градостроительного проектирования МНГП. Я хочу выразить, наверное, мнение всего совета, всех наших депутатов. Вот такая совместная профессиональная работа главы администрации, всей его команды, прокуратуры муниципального образования города, курорт Анапа и всей команды, которая сегодня совместно, тесно взаимодействует с Советом, и может только дать те положительные результаты, которые, я уверен, у нас еще их будет много впереди. Мы уже добились многого, но впереди еще их больше. На сессии был также принят ряд изменений в различные муниципальные программы и городской бюджет. В частности, депутаты единогласно проголосовали за увеличение расходов на питание детей в школах и детсадах. В Анапе открылась винодельня «Скалистый берег». Это уникальный комплекс, вино в котором создается по технологии гравитационного производства. Как подчеркнул мэр Анапы Василий Швец на церемонии открытия, создание такого объекта – еще один шаг в развитии винного туризма на нашем курорте. Первыми в цехах посчастливилось побывать почетным гостям и журналистам, в числе которых была и наша съемочная группа. Трехэтажное здание с панорамными окнами под цвет синих волн и верхним ярусом в виде морской гальки. Жемчужина архитектурного искусства. Проект Александра Балабина получил диплом фестиваля «Золотое сечение» и вошел в число финалистов одного из крупнейших международных конкурсов – World Architecture Festival. А расположен этот уникальный комплекс в Анапе, в селе Варваровка. Впрочем, главная изюминка кроется внутри. Это винодельня «Скалистый берег», в которой благородный напиток создают по технологии гравитационного производства, то есть без механической перекачки вина. Продукт перемещается свободно под силой тяжести. Она создавалась таким образом, чтобы виноделу было максимально удобно, и чтобы при этом совместить и технологичность, и природу, и не нарушив всю красоту внешнюю, наоборот, привнести еще что-то дополнительно. Первый виноградник был заложен 11 лет назад. Теперь янтарные лозы раскинулись на площади 30 гектаров. Три сорта белых и пять сортов красных ягод собирают исключительно вручную, после чего отправляют на переработку в винодельню. Если мы работаем с красным виноградом, он у нас в роде проходит процесс брожения вместе с миской, то есть с кожей, с косточкой, со всеми элементами, то здесь начинается очень активный процесс. Первыми в винодельне побывали журналисты и почетные гости. Открыли «Скалистый берег» вице-губернатор Андрей Коробко, мэр Анапы Василий Швец и депутат законодательного собрания края Юлия Пархоменко. Конечно, для региона важнейшая задача сегодня – это развитие виноделия и виноградарства. Сегодня мы видим, как семимильными шагами идут закладки виноградников новых, новыми сортами, даже автотомными сортами, теми сортами, которые пробовали еще наши предки. Мы возрождаем это, и, конечно, это очень важно. Благодаря поддержке президента принят новый закон, и в результате этого закона, конечно, будут рождаться новые участки, сотни гектаров виноградников, новые винодельни. Очень много сегодня в Краснодарском крае действительно делается для того, чтобы виноградарство и виноделье развивалось. Мы очень благодарны нашему губернатору Вениамичу Кондратьеву за те решения, которые принимаются на краевом, и за те интересы, которые ставятся на федеральном уровне. Поэтому искренне желаем, искренне вместе будем расти, вместе будем развиваться, не только на скалистом береге, но и в целом на всем нашем юго-западе, но и в частности в Анапе. Мы радуемся, когда есть повод, и кто-то открывает еще предприятие, потому что это большая редкость. И мы понимаем, что сзади огромный труд, сегодня труд, и этой работы впереди будет очень много. Я поздравляю вас, поздравляю весь ваш коллектив, и сегодня, говоря про пять вин, мы понимаем, что теперь каждый год мы будем говорить о том, как эти пять вин развиваются, а что в следующем сезоне, а что добавилось в линейку. 30 гектаров виноградников – лишь часть территории берега. Еще есть неосвоенные площади, а главное – перспективы для расширения посадок. У нас были определенные льготы, связанные с нашим инвестпроектом большим. Соответственно, в дальнейшем, при закладке новых виноградников, планируем тоже обращаться за субсидиями, безусловно. То есть те меры, которые сейчас государство предлагает, это очень важно. Еще одна точка на обширной карте энногострономических маршрутов нашего города-курорта, которая, на мой взгляд, действительно будет очень достойным. Те вина, которые будет предлагать эта винодельня, в совокупности с той архитектурой и тем живописным местом, которое здесь находится, совершенно точно станет уникальным местом для посещения наших туристов. Теперь двери винодельни, скалистый берег открыты для туристов. Здесь будут проводить экскурсии и дегустации в отдельном зале, а также рассказывать об истории российского и кубанского виноделия. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Сегодня в Краснодарском крае отмечается День ветерана. Этот праздник был учрежден на Кубани в 2006 году. Заслуженных анапчан поздравили лучшие творческие коллективы города-курорта. Концерт состоялся в городском театре. Зал городского театра полон. Сегодня в нем собрались ветераны труда, боевых действий, вооруженных сил и правоохранительных органов. Именно для них со сцены прозвучал поздравительный адрес мэра Анапы. И я, и все жители нашего города воинской славы, бесконечно благодарны вам за активную жизненную позицию, за вашу постоянную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, за значительный личный вклад каждого из вас в развитии Анапы, Кубани и нашей великой Родины России. И ваш бесценный опыт, который вы щедро делите с нами. Почетной грамотой благодарности мэра Анапы были удостоены участники ветеранской организации «Инвалиды войны», которая проводит патриотический проект для школьников «Оружие победы». Совет депутатов наградил победителей конкурса среди первичных организаций ветеранов – Приморскую, Первомайскую и Гостогаевскую. Очень здорово и приятно видеть, что нас много. Нас много людей неравнодушных к жизни нашего города, к жизни нашей страны, к жизни каждого человека, который живет на этой благодатной земле. Дорогие друзья, дорогие ветераны, счастья, здоровья, благополучия, успехов, неиссякаемой энергии и, конечно же, мирного неба нашей главы. Дорогие ветераны, ну, во-первых, низкий поклон вам за то, что вы делаете, что вы сегодня неравнодушны, что сегодня вы неравнодушны в своих станицах, что вы неравнодушны в общественных организациях. Сегодня вы идете в школу, сегодня вы берете веники и чистите станицы и город. Спасибо за то, что вы сделали эту красавицу Анапу и передали ее нам. Почетная грамота депутата Государственной Думы Эдуарда Кузнецова был достоин настоятель храма преподобного Серафима Саровского отец Александр за формирование гуманитарной помощи жителям Донбасса. А участнику Великой Отечественной войны Василию Михайловичу Кулькину вручили нагрудный знак «Заслуженный ветеран города-курорта Анапа». Уважаемые анапчане, уважаемые гости нашего города, воинской славы города Анапа, сегодня замечательный день для людей старшего возраста. Я вас всех поздравляю с этим праздником, всем желаю здоровья, крепости духа и непобедимости. Спасибо. Спасибо за победу. Подарком для всех ветеранов стал праздничный концерт. Перед заслуженными анапчанами выступили лучшие творческие коллективы города-курорта. Алексей Дивейкин, Михаил Попов, Анапа-регион. Епископ Новороссийский и Геленджикский феогност в день крещения Руси провел праздничную службу в Анапе. Она состоялась в новом храме в честь святого равноапостольного князя Владимира. Владыка рассказал об истории и значении этой даты. Крещение Руси великим князем Владимиром Святославовичем в 988 году заложило основы и определило путь развития России, ставшей сегодня единым мощным государством. Праздник ежегодно отмечается 28 июля, а с 2010 года это официальная памятная дата Российской Федерации. Во всех храмах Анапы в этот день традиционно проходят праздничные богослужения. Грана постольного великого князя Владимира и Божьей памятной сны не совершаем и всех святых. Поминут и спасет нас, як во благе человека, любви и славе и славе. Напомню, что рядом с храмом князя Владимира в январе был заложен новый парк Крещения Руси. В нем будет создан маршрут, в прогулках по которому посетители смогут познакомиться с великой историей нашей страны. В ближайшее время здесь начнутся масштабные работы по благоустройству. Сегодня в Анапе стартовало открытое первенство города-курорта по кикбоксингу. Такой турнир проводится впервые, но сразу же получил статус краевого. На нем представлены сразу 8 городов и районов Кубани, а также Республика Адыгея. 120 лучших юных кикбоксеров со всего Краснодарского края и из Адыгеи в течение двух дней выявляют сильнейшего в Анапе. Открытое первенство города-курорта проводится в дисциплине «Фуллконтакт». Именно в этом разделе у анапчан сильные позиции. И многие приехали поучиться у хозяев. Это определенный этап в спортивной карьере каждого. И чем больше проходят соревнования разного уровня, тем повышается профессионализм каждого спортсмена. Поэтому то, что краевая федерация, местная федерация кикбоксинга проводят турниры в нашем городе, это знаково для наших деток. Мы, конечно, за спортивный образ жизни и уверен, дальше больше. В Краевой федерации кикбоксинга отмечают, новый анапский турнир удачно вписался в тренировочный календарь спортсменов. В первую очередь мы приехали на учебно-тренировочные сборы, которые ежегодные у нас, привезли большую команду. Дети отдыхают, тренируются, три тренировки в день. И к концу сборов так вышло, что в Анапе проводят краевой турнир. Турнир хороший, интересный, хорошие призы, подарки. Администрация города тоже подготовилась к этому турниру. Организация на очень высоком уровне. Анапа подтверждает свой статус одного из ведущих центров кикбоксинга и на уровне страны. Этот вид спорта в городе-курорте развивается хорошими темпами. Хочу сказать, как вице-президент Федерации кикбоксинга России, от лица всех кикбоксеров, что все любят город-курорт Анапа. Если соревнования проходят в городе-курорте Анапы, то стараются приехать абсолютно все. Это действительно прям центр развития кикбоксинга страны. Очень хочется отметить администрацию муниципального образования города-курорта Анапы, которая реально поддерживает все виды спорта. И видно, как город динамично развивается по всем направлениям. Только в этом году Анапа примет сразу несколько крупных турниров по кикбоксингу. В сентябре это будет Спартакеада. За ней последуют российские игры боевых искусств, а потом поклонников этого вида спорта ожидает бои за Кубки страны по всем дисциплинам. Алексей Дивейкин, Михаил Попов, Анапа-регион. На этом у меня все. Напомню, посмотреть сюжеты можно на сайте anaparegion.ru или в социальных сетях, в том числе и в Телеграме, если вести поиски новости Анапы. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok